Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, в этом месяце на утренних служениях мы продолжаем рассуждать тему, которую мы избрали. Это учение о человеке, антропологии, учение о человеке. Это очень достаточно большой отрывок, который повествует нам о сотворении Богом по образу и подобию своему человека. В жизни первых людей, дама Ева, есть один эпизод их жизни. Этот эпизод состоял, может быть, нескольких минут, нескольких мгновений, который навсегда изменил их личную жизнь, их отношение с Богом и навсегда увлек за собой все человечество. Я думаю, вы догадываетесь, это было искушение, падение и грехопадение. Вы знаете, дорогая церковь, в богословии существует еще одно учение, кроме учения о человеке, учение о грехе. Хамартиология. Хамартия, греческое слово, грех. Нам не обязательно запомнить это слово, но мы должны знать, братья и сестры, что это очень важная, серьезная тема. В прошлое воскресенье на утреннем собрании Денис говорил о природе греха, происхождении греха. Кто-то, может быть, сегодня немножко равнодушно относится, не считает это очень важным рассматривать вот такие детали, такие глубины. Братья и сестры, хочу кое-что сказать перед началом проповеди. В Священном Писании во всей книге Библии в 66 книгах есть только 4 главы. Первая книга «Бытие», первая и вторая глава, и книга «Откровения», последние две главы, которые описывают мир, не находящийся под влиянием греха. Четыре главы из всей Библии описывают мир, который не находится под влиянием греха. Все остальные главы повествуют нам о разрушительной силе, то есть страшной катастрофе, тех изменениях, которые произошли в первой семье, во всем человечестве. Это имеет отношение к нам с вами. По причине греха первые люди утратили невинность, общение с Богом навсегда были изгнаны из Эдемского сада. По причине греха Бог вынужден был наказать весь допотопный мир, за исключением только одной семьи. По причине греха израильский народ, избранный Богом народ, не вошел в обетованную землю. По причине греха израильский народ был отвергнут, отстранен, потерян и до сего дня находится в отступлении от живого и праведного Бога. По причине греха. Книга Священного Писания дает нам описание падения царей, пророков, праведных людей, которые падали, согрешали, спотыкались, утрачивали отношения с Богом по причине греха. По причине греха Христос согласился прийти на эту землю, чтобы навсегда лишить вопрос греха. Просестры, с этой темой и с этой силой зла мы встречаемся с вами ежедневно и постоянно. Даже будучи верующими и возрожденными людьми, нам приходится сражаться, противостоять греху, побеждать. И, к сожалению, для многих вопрос это так и не ясен. К сожалению, нужно признать, что многие сегодня верующие люди легкомысленно относятся ко греху. И для того, чтобы нам лучше понять вот падение человека, результаты грехопадения, мы сегодня построим следующим образом. Я хочу представить вам сегодня четыре важных истины, четырех важных причины, связанных с грехом. Вот это учение о грехе очень имеет отношение к другим важным учениям, которые мы с вами рассматриваем. И затем, если у нас останется время, мы кратко рассмотрим последствия грехопадения, которые коснулись самых основных качеств человека. Это его разума, это его сердце, и это его воли. Итак, первое. Учение о грехе и учение о Боге. Какая взаимосвязь между этими совершенно двумя противоположными, грех и Бог? Но давайте будем внимательны. Наше представление о Боге оказывает воздействие на наше понимание греха. Братья и сестры, если Бог, давайте вместе рассуждать с вами, если Бог свят и праведен, и Он ожидает святости, правдости, святой жизни от нас с вами, мы видим в Священном Писании, Бог говорит, будьте святы, как и я свят. Если Бог свят и ожидает, то согласитесь, всякое отступление от Божьих заповедей, от Божьих требований нас сразу ставит очень ужасное положение. Мы оказываемся виновны, не правда ли? Если Бог свят и правден, то и мы должны быть таковыми, стремиться, не правда ли? С другой стороны, обратите внимание, если мы относимся ко греху снисходительно, так как мы не воспринимаем его очень важно, что-то для нас, что-то страшное. Друзья, есть опасность и Бога представить не таким святым и не таким великим и сильным, пред которым нужно трепетать, которого нужно бояться, потому что Бог ненавидит грех. Таким образом, наше понимание греха и отношение ко греху будет отражать и наше понимание Бога. Друзья, если грех страшный, то какое отношение к Богу? Господи, Ты свят и праведен, поэтому мое отношение прежде всего к Тебе должно регулировать, формировать, удаляться от греха. Давайте проведем такой, вспомним немножко одну историю, которая произошла в израильском народе и посмотрим как бы две стороны, израильский народ и личность Моисея. Когда мы читаем книгу «Исход», 32 глава, там описывается том, что Моисея с народом Божьим не стало. Господь его пригласил на гору. и Моисей находился достаточно долгое время. Сорок дней, сорок ночей его не было. Почему? Бога были причины. Он давал особое наставление Моисею о служении, о скине, как народ должен жить, взаимоотношения друг с другом, по отношению к Богу. Это был достаточно долгий период, его не было. И обратите внимание, мы читаем с первого стиха, когда народ увидел, что Моисей долго не отходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога» с маленькой буквы, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Обратите внимание, реакция людей, народа на то, что Моисея нету. не задают вопрос, что случилось с Моисеем, Арон, может, ты пойди, может, что нам делать в этой ситуации? Сделай нам Бога. В их представлении Бог, братья и сестры, который вывел их из египетского рабства, тот Бог, который шел пред ними в столпе облачном, огненном, тот Бог, который их кормил манной с 40 лет и питал всем необходимым. В народе представления Бога не сказали, сделай нам Бога, и мы знаем результат. Что это забыл Бог? Золотой из вояния, из золота, телец, которому люди стали поклоняться. И там Священное Писание говорит, что Бог увидел, сказал Господь Моисеев в 7 стихе, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе золотого тельца и поклонялись ему, и поклоняются ему, принесли ему жертву и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Какая ужасная картина, братья и сестры, народ Божий, который знал Бога. Почему отношение ко греху было легкомысленное? И мы читаем, что не стали, устраивали оргии, устраивали пляски, устраивали, жертвы приносили этому Богу. И совершенно другое отношение Моисея к этому. Мы читаем, что Моисей, он умолял и просил Бога, обратите внимание, 30 стих, 31 стих. «И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ мой сделал великий грех, садел себе золотого Бога, проси их грех, просим грех его, если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты записал». Господь сказал Моисею, того, кого согрешил предо мною, и сглажу из книги моей». Совершенно разное отношение, братья и сестры, для Моисея и грех был страшным, и понимание Бога, святовости, потому что ходил пред Богом и знал, какой он велик, и это его ставило в правильное положение в своей жизни и в его хождении. Поэтому это очень важно, когда мы говорим о грехе и правильно относимся к нему, братья и сестры, тогда и пред Богом легко ходить, когда мы удаляемся, и Бога легко любить и легко Ему поклоняться. Это первое. Учение о грехе связано с учением и правильным пониманием Бога. Учение о грехе связано с учением со спасением нашим. Братья и сестры, материалисты говорят о том, что человек добр сам по себе. Человек сам по себе он неплохой. Есть недостатки, есть то, над чем нужно работать, но это можно исправить путем материального благополучия, улучшить ситуацию. Хорошее воспитание плюс хорошее образование это помогут человеку быть порядочным человеком. Обратите внимание, братья и сестры, если люди стоят на этой позиции, то все, чтобы человек исправился, ну и был, выглядел хорошим, его нужно немножко подтянуться. Когда мы жили в Советском Союзе, тоже было своего рода учение. Кодекс строителя коммунизма, советский образ, образ советского человека, именно был представлен таким. Нужно учиться, нужно вести себя, нужно уважать старших, нужно почитать закон, друзья. Какое страшное заблуждение. Библия, когда мы смотрим в Священном Писании, говорит о том, что человек по своей природе, по своему грехопадению поражен абсолютно весь целиком. От подошвы до семени головы весь вязвых. И для того, чтобы ему снова стать новым человеком, ему нужно прийти к Богу, ему нужно получить новую божественную природу, получить праведность самого Христа, ему необходимо родиться свыше. Только тогда есть надежда, только тогда есть на успех, что произойдет изменение в жизни человека. Итак, учение или понимание греха тесно связано с учением о спасении человека. Третья истина, которую хотелось бы обратить внимание, учение о грехе и созидание церкви. Понимание греха напрямую связано с тем, что мы проповедуем в церкви. Как церкви проповедовать, братья и сестры? Сегодня мир, в котором мы живем, и общество, в котором живем, абсолютно не приемлет ни в какой форме, когда проповедуется о грехе, проповедуется о Божьем наказании и о том, что существует, кроме вечности, о которой мы поем, радуемся, и Божьего Царства есть место вечного мучения, вечной разлуки с Богом навсегда, не на время. Место это называется ад. Люди сегодня пытаются дать греху другое имя, называя это ошибкой, слабостью, проблемой или каким-то недоразумением. Интересно, что одна исследовательская компания, которая проводит иногда целенные вопросы, делает опрос среди людей в разных странах мира, они задали такой вопрос в христианских странах Европы, Америки и в других, в христианских странах. Считаете ли вы, что святой и праведный Бог будет судить человека за непрощенный, неисповеданный, неоставленный грех? Они сделали этот опрос в разных странах, в первую очередь обращая внимание в развитых странах, так называемых христианских. 15% только ответило, что да. Люди сегодня, христиане, не верят в том, что праведный Бог будет судить за грех. Интересно, что люди, которые проживают в особых трудных условиях, таких, там, где христианство не настолько развито, в мусульманских странах, там, где есть гонения, 85% люди, исповедующие Христа, они сказали, что мы верим, что грех будет наказан праведным Богом. Как церковь сегодня проповедует Евангелие. какое место в нашей проповеди и в нашем служении, в нашем понимании вот вопроса спасения человека занимает место проповедь о грехе. Один проповедник с точностью заключает и делает такой вывод. К сожалению, большинство современных проповедей становятся слишком бесхребетными, как будто один добродушный человек стоит перед другими добродушными и хорошими людьми и проповедует и призывает их стать еще более добрыми и хорошими. Церковь никогда не сможет влиять на окружающий мир, общество, людей, которым приходится слушать Евангелие, если в нем нету учения, ясного понимания, что такое грех и к чему он приводит. В отличие от современного христианства и проповедников, которые любят говорить мотивационные проповеди, для того, чтобы у людей вызвать хорошее настроение, хорошую атмосферу, для того, чтобы как-то людей мотивировать, сказать, что все хорошо. В отличие от этих проповедников, Иисус Христос, Иоанн Креститель, апостол Павел, верно понимали и проповедали о греховности человека. Евангелие от Матфея 3, глава 7 и 8 стих, Иисус, Иоанн Креститель выходит на свое служение и провозглашает следующее. Обратите внимание его обращения к слушателям. Увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, Иоанн сказал им, порождение Ехидины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Какую цель преследовал Иоанн? Не слишком ли жесткая риторика, Иоанн? Люди не станут слушать, ты потеряешь авторитет. Почему так жестко? Потому что Иоанн исполнен Духа Святого от чрева Матери. Будучи благочестивым святым человеком он понимал конец этих людей. Помните, когда-то Иисус Христос сказал, если не покаетесь, все так же погибнете. Это была любовь выражена в строгости. Иисус Христос проповедовал так, Евангелие Теанна, 8 глава, 43-44 стих. Почему вы не понимаете речи моей, обращается к слушателям? Потому что вы не можете слышать Слово Моего. Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человеко-убийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Согласитесь, слова наполнены строгостью, предупреждением, здравостью. Я бы сказал то, что мы говорим сегодня радикализмом, называть людей отец ваш дьявол. Братья и сестры, когда мы будем говорить о последствиях грехопадения, мы увидим настолько ужасно последствия повлияли на человека, на потомство, на весь род Адама. И поэтому Христос говорил истину. Апостол Павел проповедовал о грехе. Второе послание Тимофея, четвертая глава, будем читать второго по четвертый стих. Он говорит так своему ученику Тимофею, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, вещавай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Сегодня существует очень опасная тенденция для проповедующих Евангелия утратить, братья и сестры, силу Духа Святого, тогда, когда мы избегаем и боимся говорить об грехе. Настолько он ужасен, настолько он вратителен, настолько ненавидит Бог, настолько мы должны быть бодрствовать в нашей жизни. В жизни Соединенных Штатов был период, когда Бог особым образом посетил этот народ. Было два великих пробуждения. Одно из них было произошло в одном городке, который не хотел принимать Иисуса Христа. Люди жили беспечно, люди жили своей жизнью, довольствуясь, утопая в этих грехах, тогда, когда уже в других штатах и других городах было особое пробуждение, когда люди очнулись, когда было покаяние, когда бары закрывались, когда церкви и воскресенья вечером были заполнены, братья и сестры, а особый день, если не ошибаюсь, среда или четверг, это был молитвенное служение, и церкви были полны. Но в одном городе Энфилде все оставалось по-прежнему, и пастор пригласил на одно служение в церковь одного проповедника, который знает историю, знает церковь, Джонатан Эдвардс. 8 июля 1741 года Джонатан Эдвардс приехал в Энфилд и проповедовал на тему «Грешники в руках разгневанного Бога». Я уже как-то об этом говорил. Братья и сестры, прочитать занимает не больше пяти минут. Можете посмотреть, прослушать проповедь, которую сегодня, наверное, побили камнями. В либеральной церкви никогда больше не дали места. Интересно, очевидцы говорят, или история говорит, как-то дошли факты, что Джонатан Эдвардс практически читал эту проповедь. Он не был каким-то особым оратором. Его голос был очень спокойный, не жестикулировал, не кричал. Он спокойно стоял на кафедре и практически не отрывая свою голову читал эту проповедь. Грешники в руках разгневанного Бога. Что произошло? Предание говорит, что служитель поместной церкви должен был его останавливать, потому что в церкви начались рыдания, плач и покаяние. Бог пришел в эту церковь. Через свое слово Бог пробуждал уснувших, номинальных христиан, те, которые просто считали, что им жизнь принадлежит, им время принадлежит, ешь, пей, наслаждайся. Но это было не так. И началось и в этом городе великое пробуждение. С тех пор прошло 250 лет, но тема, она остается актуальна и сегодня. Итак, учение о грехе напрямую связано с тем, как церковь сегодня проповедует Евангелие. Братья и сестры, удовлетворены ли мы Евангелием, в котором не звучит обличение о грехе? Она теряет всякую силу. Мы становимся виновны пред Богом. Учение последнее, учение о грехе и практическое возрастание христианина. Братья и сестры, важность понимания учения грехи связана не только со спасением бессмертной души, но Библия говорит о том, что Бог на этом не удовлетворяется. Не радуйтесь, не удовлетворяйтесь тому, что вы спасены, братья и сестры. Это не финиш, это не финал, это начало. Библия говорит о том, что человек возрожден и должен духовно возрастать, преображаться в нашего Господа. То, что мы сегодня слышали на утреннем собрании, первый брат говорил, оказывается, когда есть Христос, то происходит определенная реакция, благоухание приятное. Не всегда получается у нас, потому что борьба у нас происходит, есть ветхая природа, которая принадлежит этому миру греху. И апостол Павел посвятил послание римлянам целые три главы, шестая, седьмая и восьмая главы, они открывают вот эту последовательность от рождения свыше, от спасения, когда он в пятой главе говорит о том, что примирившись с Богом, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа, а затем вводит читателя, христианина последовательно, мудро, спокойно объясняя, что этого недостаточно мир с Богом. У нас есть ветхая природа, у нас есть грех во плоти, есть закон греха, который живет, и Павел говорит, то, что хочу доброе и желаю, не могу, не получается, нету сил. Должно что-то произойти, апостол Павел раскрывает нам о том, что есть и закон духа жизни, который освободил от закона греха и смерти и вводит в особые отношения, в особый путь, путь следования за Господом, через послушание Духу Святому, через послушание Слову, через послушание Господу в повседневной жизни. Это очень важно. Простите, что же произошло с Адамом? Позвольте несколько слов, несколько мыслей посвятить последствиям грехопадения. Как известно, когда Господь сотворил человека, первого человека по образу и подобию своему, то наделил его особыми способностями, качествами, посредством которых первый сотворенный Богом человек имел возможность общаться с Ним и прославлять Бога, понимать Его, наслаждаться общением с Богом. Эти качества были особенные. Это был разум, это было сердце человека, это была воля. Обратите внимание по образу и подобию своему. Мы понимаем и мы верим и Священное Писание говорит, что Бог наш обладает абсолютным разумом, абсолютной премудростью, правда? И Он поделил, наделил человека. Безусловно, не в такой мере, но человек способен мыслить, принимать решения, анализировать, рассуждать, вспоминать, общаться с Богом, с подобными Богом сотворенным любви, людьми, это очень важно. Мы знаем, что Бог есть любовь, Его сущность, не только Он имеет способность любить, это Его природа, Бог есть любовь, и Он никогда не изменится, Он останется Богом любви. И обратите внимание, Он наделил человека этой же способностью. Бог, как суверенный Бог, Он принимает решения, Он выбирает, Он имеет абсолютную свободную волю, и Он наделил и свое творение волей. Итак, Бог знает, Бог любит, Бог действует, принимает решения. И этими этими же качествами Он наделил человека, чтобы человек имел разум, имел сердце любящее, имел волю, которая бы подчинялась Господу и слушалась, и выполняла Его волю. Вот для этого он дан был человеку воля. Братья, сестры, что произошло в момент грехопадения? Прежде всего хочу обратить внимание, это очень важно, о том, что был поражен, самое главное. Возможно, кто-то, может быть, не согласится, но я считаю это чрезвычайно важным. Разум. Разум был поражен. Хочу предложить три коротких текста Священного Писания. Послание Титу, послание Титу, 1 глава, 15 стих. Для чистых, посол Павел говорит, все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум, обратите внимание, первое, и совесть, то есть оскверниться, стать запятнутым, грязным, нечистым, осквернен ум. Человека. Итак, прежде всего, апостол указывает, что в человеке в результате грехопадения был осквернен его разум. Настолько имеет он важное значение в нашей жизни, друзья. К сожалению, иногда приходится, случаются какие-то трагедии в результате аварий, каких-то болезней, наследственные, может быть, еще что-то, когда болезнь касается разума человека. Мы понимаем, он как ребенок беспомощный. Не знаю, приходилось ли вам быть в отделениях, где лежат подобные люди, или общаться с этими людьми. В силу служения нам пришлось как-то быть, посещать такие отделения в больнице. Все есть, и сердце работает, и вроде бы добрый человек, и ничего злого не делает, но его затронут его разум. Он не способен правильно мыслить. Друзья, мы говорим о физической болезни, намного страшнее, когда поражен разум грехом, осквернен. Разум не способен воспринимать Бога, не способен правильно реагировать, давать какую-то оценку себе, окружающим людям. Обратите внимание, апостол Павел говорит, не только разум осквернен, но апостол Павел говорит в послании к Ефесинам о том, что и помрачен разум человека. 4 глава, 17-18 стих, Павел говорит, посему я говорю и заклинаю Господом, что вы более, обратите внимание, не поступали, как поступают прочие народы. Почему такое предупреждение? По суетности ума своего, будучи, помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Будучи помрачены в разуме, он говорит о тех народах, которые не приняли, языческие народы, которые не принимают Господа. Разум не только осквернен, но и помрачен. И когда мы смотрим на окружающий мир, мы живем время до технологий, когда люди достигают величайших успехов в медицине, науке, в технике, величайший прогресс, как люди мыслят сегодня, друзья, о библейских стандартах, семьи, взаимоотношений, в обществе, о вечности, как люди распоряжаются своей душой бессмертной, как люди относятся к греху сегодня из-за этого вопроса. Почему? Потому что разум омрачен, разум осквернен. И не только. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам, второе послание Коринфянам, четвертая глава, третий, четвертый стих. Третий, четвертый стих. Если и закрыто благовествование, то закрыто для погибающих. Что случилось? Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил ум, для того, чтобы для них не воссиял свет благовествования и славы Христа. Обратите внимание, дьявол очень заботится о том, чтобы наследники Адама, которые оказались в грехопадении, и сегодня он поддерживает вот это состояние помрачения и ослепляет ум человек. Почему мы говорим не способен прийти сам к Господу? Призывайте, пойте, стучите, убеждайте, адом пугайте. Не работает. Почему ослеплен ум? Разум помрачен. Здесь должна что-то особое, сверхъестественное, понимаем, Божья сила, вмешательство, то, о чем поступал, говорил в Деяния апостолов, что Христос явился и послал его проповедовать Евангелие, чтобы люди отвратились от власти сатаны к Богу. Это особая перемена, особая работа Бога, когда разум начинает человека просвещаться под воздействием благодати Божьей, Духа Святого. Дорогая церковь, дорогие верующие, братья и сестры, берегите свой разум. Это очень важно, чтобы наш разум был чист. С помощью разума мы открываем, читаем, вникаем, рассуждаем, с Господом общаемся, молимся, прославляем. Храните ваш разум в чистоте. Здесь сатана атакует, сюда приходят мысли, здесь производит работа, похоть зачавший грех рождает смерть. 99% во вторник мы будем говорить об искушении Иисуса Христа в пустыне. И последнее, если вы помните, что произошло, дьявол показал Иисусу Христу, что все царства во мгновение времени, 99% искушений приходит через наши глаза. Увидел, посмотрел, понравилось, осталось в памяти, Он вам вспомнит, Он преподнесет. Верующие христиане, берегите ваш разум. Что произошло с сердцем человека? Сердце Адама до грехопадения. Можем себе его представить? не только разум абсолютный, который Бог ему дал, но и сердце способно чувствовать, любить, радоваться, благодарить Бога, наслаждаться общением с Ним. Библия говорит, что сердце является сосредоточением духовной жизни. Или помните, как Христос говорит, ибо из Него источники что? жизни. И сердце источники жизни. Позвольте только одним стихом показать ту страшную трагедию, что произошла с сердцем падшего Адама. Шестая глава книга Бытие, пятый стих говорит так, «И увидел Господь, что велико развращение от человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло». Во всякое время Господь посмотрел на этот мир, который уже наполнял достаточно много людей, потомки Адама и Евы, и видел Господь и дает оценку, и смотрит на сердце, а сердце абсолютное зло. На какое время? Во всякое время. И обратите внимание на шестой стих, «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Бога тоже есть сердце любящее, доброе, сострадательное. И Он скорбел в своем сердце, что утратил то сердце, которое когда-то Он создал по своему по образу и подобию любить, любящее, доброе. И сострадательное. Что произошло с волей человека? Воля, которую Господь дал Адаму и Еве, была направлена, чтобы проявлять послушание и находиться в полном подчинении своему Создателю. Воля падшего Адама мертва по отношению к Богу. Его воля находится в рабстве греха и дьявола. И воля падшего человека расположена от своего рождения делать зло и проявлять непослушание. И когда апостол Павел делает глубокий анализ природного человека, то говорит следующее. В послании Римля, нам 7 глава 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, то есть добро, того не нахожу». Интересно, а почему Павел, если понимание добра есть, а чтобы сделать это добро, не нахожу? А потому что воля человека мертва, потому что она связана грехом, она находится в подчинении сатане этого мира. Итак, неспасенный человек имеет разум, но он был помрачен и не может знать Бога, отвечать на библейскую истину Евангелие. Он обладает сердцем, чувствами, но не деградированный, и сердце стало каменным. Он имеет волю, которая мертва по отношению к Богу, и человек не может повиноваться Богу. Братья и сестры, три качества только мы обратили внимание, что произошло с человеком в результате грехопадения. Если Господь пролит нашу жизнь в декабре месяце, на нашем служении, когда мы будем вспоминать страдания нашего Господа, мы увидим свет, мы увидим Божий путь, как Господь по милости своей от грехопадения ведет человека к полному восстановлению, к полной славе и к полной своей завершенности, чтобы отпадшего Адама привести его совершенно в другой образ, образ, который он хочет видеть в вас и в меня, образ своего Сына Иисуса Христа. И свою проповедь я хотел бы закончить не на пассивной такой ноте, знаете, когда мы видим, сегодня говорили о грехе, обучении о грехе, о последствиях для, лично для Адама, но мне хотелось бы сегодня закончить хорошим стихом. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 и 10 стих, если можно брать, откройте, пожалуйста. Здесь прекрасный текст Священного Писания, в котором Иоанн говорит следующие слова. 9 и 10 стих, первое послание Иоанна, 4 глава, и он начинает его с прекрасного слова «любовь». «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир, единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В этом любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Как бы ни был ужасен мир, в котором мы живем, как бы ни был ужасен грех, о котором мы сегодня говорим и его последствия разрушающие. Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, для детей Божьих, для верующих людей, те, которые знают и любят Господа, есть сила, есть закон духа жизни, есть победа над грехом. В нашем падении, в нашем противостоянии, в наших искушениях есть победа и сила. И, дорогой друг, дорогой слушатель, если сегодня ты проходишь испытания, молодые люди, девушки, средний возраст, в любом возрасте, когда мы проходим искушение долиной смертной тени, помните, Иисус Христос в своей силе и благодати одержал победу над грехом и смертью. Дорогой друг, который не принял Господа в свое сердце, такая печальная сегодня дается оценка. Сердце поражено, разум поражен, воля человека, что делать, скажете вы. Удивительно делает благодать, братья и сестры. Дух Святой особым образом находит возможность мертвому человеку беседовать с ним и открывать разум, и открывать сердце, и открывать свою волю, подчиняя волю, принимая его спасение, принимая его благодать. Как это делает Бог, как он спасает человека мертвого с пораженной разумом, с мертвой волей, мертвым сердцем. Мы будем говорить в декабре месяце. А сейчас я хотел бы вместе с вами помолиться, поблагодарить нашего Господа за то, что Он послал Сына Своего в этот мир за умилостивление, за грехи наши. Аминь. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!